Спортивный сезон в Ненецком округе взял небольшой тайм-аут, и многие учреждения активно готовятся к новому сезону, который стартует уже меньше, чем через месяц. Спортивные залы ремонтируют и оборудуют современным инвентарем. Так, например, во дворце Спорта Норт установили баскетбольные щиты, которые использует всемирно известная ассоциация NBA. Олег Котанзейский в этом убедился лично. С первого взгляда и не скажешь, что здесь идет большой ремонт, но изменения действительно глобальные. В первом зале демонтированы старые конструкции, за счет этого игровая зона увеличилась почти на 15%. Спортсмены ликуют. Впрочем, отметить стоит и то, что в зале теперь новое покрытие. Старые полы разобрали, взамен постелили дубовый паркет. Он и удобнее, и безопаснее для занятия различными видами спорта. Кстати, у этого покрытия весьма интересная история происхождения. Еще в прошлом году на гладком паркете выплясывали танцевальные пары со всей страны, соревнуясь в конкурсе «Ритмы Арктики». А вот новые баскетбольные щиты. Они тоже необычные, а точнее непривычные для наших спортсменов. Подобные используют за океаном Национальная баскетбольная ассоциация. Уровень спортсменов растет. Многие там кольцо ложат, да, там сверху. Поэтому щиты постоянно ломались, кольца ломались. Кстати, я вот заметил тоже новое. Давно уже. Так, да. Теперь вокруг, вокруг балкон вот этот поменят здесь пол, покрытие на полу, поменена облицовка стен. Убраны вот те ограждения, перила, да, по-простому. Вообще, надо сказать, что зал функционирует с 91-го года. Здесь, чего здесь только не было. И самая-то страшная бич, это протечка кровли, которую там у нас только три года назад от этого, их устранили. Все это текло, текло на пол, пол был деревянный. Ну, понятно, что там с ним происходило. То есть, фактически, вот этой модернизацией мы спасли покрытие, вот так можно сказать. Потом новая разметка, купленная специальная высокотехнологичная, ну, скотч его, так называемая, по-простому, да. Вот сейчас как раз его монтируют. То есть, в чем его прелесть? Он может быть разноцветный, его можно снимать, его можно менять. В случае износа не надо ничего красить. Это вот тоже на тот предыдущее покрытие это сделать было невозможно. Там были неровности, трещины, ямы. Это планируется, предполагается здесь, вот на месте бывших, вот этой конструкции, этих шведских стенок, некая минимальная трибуна. Примерно там, не знаю, там на 50 человек. Сейчас их еще нет, но мы пока думаем, какой это будет проект. Вот. Одно из самых высокотехнологичных, это вот, если мы увидим, это... Светодиодные лампы. Это современные, высокотехнологичные, светодиодные освещения. При полном их включении, получается, разница с предыдущим светом будет фактически в четыре раза. Весомые изменения во втором зале. Дубовый настил – мечта всех любителей мини-футбола. И мяч, как надо, отскакивает, и стопа стоит увереннее, да и просто играть приятнее, чем на крашенном полу. Но это не все. Зал теперь стал немного больше. Если раньше футболисты жаловались на то, что здесь попросту негде разбежаться, то теперь это уже в прошлом. Стенка шведская, которая здесь стояла, уже деформирована, а значит увеличилась сама игровая зона. Ну, примерно метра на полтора. То есть практически, если так вот резюмировать, ну, спортивные залы, спортсоружения укомплектованы в полном объеме для проведения официальных соревнований любого уровня. А пробовать лично все новшества любители спорта смогут уже через неделю. К этому времени завершится ремонт и двери Норда откроются для всех желающих. Главное – сменную обувь. Не забудьте. Олег Танзийский, Юлия Асташова, Ирина Чумакова, Дмитрий Лукевич. Телеканал «Север».